Ну, как говорится в известной поговорке, на чудо надейся, а верблюда все-таки привязывают. Вот и вам, дорогие мои зрители, я от души советую надеяться только на себя, а не тратить время на вычисление таинственных знаков судьбы. Потому что ключ к судьбе каждого из нас только в наших руках. А значит, счастье и успех, любовь и удача ждут только настойчивых, трудолюбивых и умеющих терпеть. Ведь не случайно верблюд считается символом выносливости и житейской мудрости. Сенсационная находка. На днях американские ученые обнаружили в космосе черную дыру. По космическим меркам она еще в младенческом возрасте, ей всего 30 миллионов лет. Это дает ученым уникальный шанс попытаться на практике проверить главное качество черных дыр – перемещение во времени. Ведь еще Эйнштейнам была выдвинута гипотеза о том, что через них можно путешествовать во Вселенной и даже перемещаться в прошлое и в будущее. В 1947 году в Скалистых горах в США потерпел аварию пассажирский самолет Си-46. На его борту было 32 человека. На месте происшествия спасатели обнаружили лишь искореженный фюзеляж самолета. Никаких следов пассажиров и экипажа найти не удалось. Складывалось впечатление, что люди исчезли прямо в воздухе. Исследователи предполагают, что самолет попал в пространственно-временную воронку, и его пассажиры переместились в параллельный мир. Военные окрестили его проект «Радуга». Но мир знает другое название – «Филадельфийский эксперимент». 28 октября 1943 года в атмосфере строгой секретности военно-морские силы США проводят невероятный эксперимент. Используя расчеты Альберта Эйнштейна и разработки Никола Теслы, на борт военного эсминца «Элдридж» устанавливают специальные генераторы магнитного поля. Цель – сделать судно невидимым для радаров противника. Здесь речь шла о том, что, чтобы создать вот такое мощное электромагнитное поле, которое сумело бы поглотить или отвести в сторону оптические потоки света и радиомагнитные частоты увести в сторону, настолько, чтобы предмет, объект стал невидимым. Эсминец вывели в открытое море. Через несколько секунд после начала эксперимента вокруг корабля появилось зеленовато-белое свечение. В момент включения мощных магнетронов, то есть магнитных генераторов, вода вокруг него потемнела, воздух вокруг него потемнел, потом возникал такой туман белесый, и в конце концов силуэт изображения корпуса, скажем так, самого эсминца, он исчез просто из глаз человеческих, хотя на поверхности воды наблюдалось вмятие над его килею. А затем корабль появился вновь, но за сотню километров от места эксперимента. Так был проведен первый в истории опыт по телепортации – мгновенному перемещению объекта в пространстве. Эсминец Элдридж был перемещен методом последовательной телепортации. Мы вот с вами сидим, как нормальный физический объект, а потом вдруг раз размажемся по пространству, где-то соберемся на другой точке. С точки зрения физики, наверное, здесь нету какой-то особой такой, так сказать, чего-то такого суперфантастического. Но для человека такой способ телепортации неприемлем. Экипаж этого корабля, там больше ста человек, они пережили страшный стресс, некоторые сошли с ума, а некоторые, как утверждают, опять же, знатоки этого эксперимента, превратились, были вплавлены в металл, но некоторые даже обратились в металл, то есть они как бы были отлиты в металле. И вот такой жутковатый эксперимент был, естественно, засекречен, и только в 50-е годы о нем так всерьез заговорили. Во время филадельфийского эксперимента не была учтена одна из самых важных физических величин – время. Теория относительности Эйнштейна описывает мир как соединение пространства и времени. Время – это одна из загадочных категорий, которая, в общем-то, тоже для современной физики пока является тайной. Но максимум, что современная физика может об этом сказать, что время – это одно из измерений четвертьмерного пространственного временного континиума. Это действительно так, но это лишь первое такое приблизительное познание времени. Взаимодействие пространства-времени с физическими объектами создает гравитация. Согласно теории относительности, в сильных гравитационных полях изменяется геометрия пространства и скорость течения времени. Время мы обычно рисуем линию и говорим – вот один, два, три, четыре. Одна секунда, две секунды, три секунды. И время – как бы некий такой одномерный поток. Но на самом деле время может оказаться гораздо более сложным объектом, чем просто одномерным линейным континиумом. И, возможно, человек может перемещаться во времени так же, как он перемещается в пространстве. Для путешествий во времени необходимо специальное техническое устройство – машина времени. В 1990 году в одном из закрытых КБ Москвы была тайно построена первая экспериментальная модель. Она должна была замедлять или ускорять течение времени в определенной точке пространства. Мы, конечно, создаем установки с оглядкой, с перспективой на будущее, что когда-нибудь далекие потомки этих установок будут в состоянии летать к фараонам и к динозаврам. То есть то, что и называется в фантастической литературе настоящими машинами времени. А 26 августа 2001 года первые добровольцы рискнули отправиться в прошлое. Опасный эксперимент группа энтузиастов из Московского авиационного института проводила на свой страх и риск. Подобные перемещения оказались достаточно ощутимы на физиологическом уровне. Человек испытывает легкий шок и ощущения, близкие к тому, что человек испытывает во время прединфактных, прединсультных состояний. Когда его внутренние биоритмы, в первую очередь ритмы сердца, начинают давать сбой, и такое ощущение складывается у испытуемого, что сердце начинает вдруг идти в разнос. И тем не менее, за 10 минут экспериментаторам удалось ускорить время на доли секунды. С одной стороны, это, конечно, слишком мало, чтобы, ну, по крайней мере, увидеть какие-то спецэффекты, такие, как мы видим в фантастических фильмах Спилберга, когда перемещение во времени сопровождается каким-то сиянием, дымами и прочими киноэффектами. Но, с другой стороны, это перемещение, это ускорение было зафиксировано приборными методами, и все датчики, которые... А мы специально дублировали и троировали все измерения, все датчики показывали синхронно небольшое изменение. Во время испытаний машины времени в небе появился огромный НЛО с тремя габаритными огнями. Возможно, это было связано с испытанием машины времени. Именно искажение времени становится причиной появления в нашем мире фантастических существ и животных, которых, по мнению ученых, не существует. В 77-м году в Мозамбике писатель Николай Непомнящий видел следы гигантского динозавра. По распределению я поехал переводчиком с португальским языком, поехал в Мозамбик с геологами, и оказался в труднодоступных, абсолютно неисследованных районах Мозамбика. Там есть несколько озер, даже скорее болот, в которых, по преданию, водится совершенно неисследованное, неизученное, загадочное животное. Каждый вечер на берегу озера ученые замечали странные следы. Они были похожи на отпечатки лап гигантской лягушки. Следы вели от озера в сторону леса. Что характерно, вот между этих лап как бы кто-то провел огромным телеграфным столбом. То есть наверняка это был такой огромный хвост, который волочился между этих лап сзади. И таким образом это существо двигалось из болота в лес. Самое, конечно, это животное мы не видели, но тем не менее, тем не менее слышали его крики. Совершенно жуткие дикие крики, которые не издает ни одно из известных животных. Местные жители называли это чудовище Макелембембе. И утверждали, что оно появляется из иных миров. Реликтовый плезиозавр Несси обитает в шотландском озере Лохнесс. Большинство исследователей сходятся во мнении, что Несси это существо из далекого прошлого, которое время от времени попадает в нашу эпоху. А это реликтовый геминоид. Человекообразное существо, жившее на планете в допотопное время. Это одна из версий, да, что либо неандерталец, либо какой-то другой предок, но не неандерталец. Либо существо из параллельного мира, либо существо из другой планеты, инопланетянин. Все эти существа обитают в аномальных зонах и могут внезапно появляться и также внезапно исчезать. Это вполне могут быть существа параллельных миров, которые проникают сюда на краткие мгновения и потом без следа исчезают. Это и вот эти змеи, анаконды, о которых я говорил, это может быть там какая-нибудь чупакабра, которую тоже в разных частях мира иногда видят. И это может быть снежный человек. 16 августа 1926 года в газете «Пионерская правда» вышла статья «Пионеры ловят лешего». Поводом для публикации послужил рассказ милиционера, который во время дежурства в Коломенском увидел в Голосовом овраге заросшего шерстью дикаря трехметрового роста. Представитель правоохранительных органов разрядил в него всю обойму, что было зафиксировано протоколом. Но существо не пострадало. Лохматый гигант словно растаял в воздухе. Аральское море. Остров Барсакельмес. Местные жители называют его «пойдешь, не вернешься». Время на острове движется намного медленнее, чем на материке, да еще и скачками. На бескрайних плато Барсакельмеса сгинули десятки людей. В 30-х годах прошлого века на острове пропала геодезическая экспедиция. Геологи ушли исследовать плато в центре острова, а через неделю назад вернулся лишь один человек. Он уверял, что пробыл на плато всего два дня. В доказательство выживший геолог показывал дневниковые записи, где стояли точные даты и время. О судьбе товарищей ему было известно лишь одно. Они на его глазах растворились в воздухе. Куда исчезли геологи? Ответ на этот вопрос был получен лишь в середине 20-го века. В 1957 году американский физик Хью Эверетт предположил, что наш мир не единственный. Во Вселенной существует бесконечное множество параллельных миров. Каждый миг Вселенная расщепляется на несколько миров. И катализатором этого процесса является сознание человека. Эверетика допускает, что в формировании этих миров участвует человеческое сознание. То есть они не просто сами по себе создаются, ветвятся, склеиваются, расходятся, сходятся, существуют, но человеческое сознание участвует в формировании этих миров. Как только человек принимает какое-либо решение, выбирая из двух возможных вариантов один, Вселенная создает новый мир, где реализуется отвергнутый вариант. Если это так, то в этих мирах, которые существуют параллельно с нами, ветвятся и так дальше, вполне реально, что другие скорости жизни. Вполне реально, что там другие скорости времени. Параллельные миры отличаются от нашего целым рядом параметров, главный из которых иное течение времени. Относительно нашего мира оно может двигаться быстрее или медленнее. Если объект нашего мира, например, человек, сделал шаг в параллельный мир, то для него там пройдет время гораздо быстрее, и через мгновение там он окажется в нашем мире 50 лет позже. Сохранилось множество мифов и легенд, в которых описан этот загадочный феномен. Например, о шотландских эльфах, которые обитают в пустых холмах. Время в их мире идет по-другому. В этом плане очень характерен известный рассказ о Ван Винкеле. Крестьянине, который случайно проник на вечеринку эльфов, протанцевав там целую ночь, он обнаружил, что в его родной деревне прошло 50 лет, и в этом происходила его личная драма. То есть, даже из таких мифологических рассказов можно заметить, что в параллельных мирах время может течь неодинаково. А в дневниковых записях немецкого поэта, автора Фауста Иоганна Вольфганга Гетта описан еще один любопытный феномен времени. Когда он уезжал из своей родины, на вороном коне, молодой, здоровый, но в недорогом костюмчике, он увидел навстречу едущего пожилого седого мужчину на белом рысаке, на роскошном мундире с золотыми пуговицами. Это видение было всего мгновения, но он описал, как талантливый человек, он это зафиксировал. И когда это через 20 лет сбылось, когда он ехал уже в сторону своей родины, действительно, на белом рысаке, и в этом золотом мундире, он вспомнил то свое видение, сновидение, он понял, что тогда, когда он уезжал из родины, он встретился со своим будущим. Вот тогда пересеклись эти два мира, его будущее и настоящее. Гёте оказался на стыке миров между собственным прошлым и собственным будущим. Вообще есть такие пространства Вселенной, где время для человека отсутствует. Я бы назвал это пространство состояние безвременья. Исследователи называли их склейками миров. Время там останавливается, и человек, находящийся между мирами, может наблюдать себя со стороны, находясь одновременно и в прошлом, и в будущем. Происходят вот эти особенные временные эффекты, о которых чаще всего люди говорят. Более того, хочу сказать, что эти временные эффекты находятся на грани нормы и патологии восприятия. Ростов-на-Дону, Зелёный остров, одно из самых аномальных мест на планете. Здесь часто появляется НЛО, а люди, зашедшие в центр острова, с трудом находят дорогу обратно. События всегда развиваются по одному и тому же сценарию. Сначала выходит из строя аппаратура, затем ориентацию в пространстве теряет человек. По легендам, в начале 20 века на Зелёном острове около Ростова-на-Дону потерпел крушение инопланетный корабль. Несколько раз исследователи безуспешно пытались найти его обломки. В одной из таких экспедиций побывал Андрей Крадько. Здесь есть аномальные участки, и мы создали эту карту. Наша экспедиция определенной части цели достигла. В одной зоне мы обнаружили так называемые пространственные аномалии. Андрей утверждает, что в центре острова они случайно обнаружили портал в параллельный мир. Исследователи увидели над лесом странное свечение. Свет был такой синеватым оттенком, бело-синий, таким синеватым оттенком, поэтому мы вначале думали, что это шаровые молнии, но шаровые молнии чаще всего оттенок имеют бело-желтый, а это бело-синий такой, прям бело-синий оттенок, что мы поняли, что что-то здесь такое интересное. Светящиеся шары висели над лесом почти неподвижно, а затем вспыхнули и резко ушли вниз. Это продолжалось около семи минут, вспоминает Андрей Крадько. Если честно сказать, мы им любовались, потому что они нас не пугали, поэтому мы любовались. Но находились эти объекты в метрах пятидесяти от нас, на высоте метров двадцать, вот так. все участники экспедиции не сговариваясь тут же отправились разыскивать это место. Через несколько минут они оказались на заболоченной поляне, окруженной обугленными деревьями. В центре то появлялось, то исчезало холодное белое свечение. Человек, находящийся больше сорока минут в этом месте, вдруг начинает испытывать галлюцинации, которые характерны для человека. Один видел там даже в какой-то степени других инопланетян, но стоило ему выйти с этой аномальной зоны, как вдруг резко он приходил в состояние в течение пяти минут в себя. Перед ними в холодном белом свечении стали проступать очертания параллельного мира. Чувствовали, что они возможно могут, как они говорили, перейти даже в другой мир. То есть у них создавалось такое чувство, и они видели этот мир, что они могут перейти даже в этот мир. Андрей вспоминает, что они провели там несколько часов, пока не угасло таинственное свечение. И лишь тогда все поняли, что находились в эпицентре аномальной зоны. Там, где, по рассказам местных жителей, находится проклятое блудное место, в котором пропадают люди. Но объекты летали как раз над аномальными участками. Над одним аномальным участком, как раз там, где часы останавливались. Вот это вот явление такое. Зеленый остров со всех сторон окружен рекой. Она образует вокруг острова особое гравитационное поле, которое, по оценкам специалистов, позволяет создать условия для появления портала в параллельные миры. Вблизи радиуса поворота больших массивных тел, эти эксперименты проводились на сверхскоростных маховиках, время резко замедляется. То есть, иными словами, не существует на сегодняшний момент никаких больших сомнений в том, что можно, вращая какое-то, любое тело, буквально любое, можно заметить небольшую разницу во времени вблизи оси вращения. Это значит, что в таких местах могут образовываться порталы в параллельные миры, и это не будет противоречить законам физического мира. Появление порталов ученые связывают с феноменами времени. Мы двигаемся во времени одномерно, но в одну сторону, из прошлого в будущее. если мы представим время как трехмерный объем, то мы увидим, что можно двигаться не только взад и вперед, но и куда-то вбок. Вот это движение вбок, в сторону, и будет движение к некоему параллельному миру, который имеет такие же три координаты, как наши. При очень больших скоростях, сравнимых со скоростью света, а также вблизи больших масс материи, и в области повышенной гравитации пространство искривляется, образуя квантовые тоннели. Физики называют их кротовинами. Именно такими тоннелями кротовинами связаны между собой параллельные миры. Происходит какая-то свертка пространства, и мы можем из одной точки пространства в другой точке пространства протянуть более краткое расстояние через эту кротовую ногу. Черная дыра это космическое тело с огромной массой и невероятной силой тяготения. Оно не выпускает наружу даже собственный свет. Если очень массивный объект, если эта масса сосредоточится в маленьком радиусе, то произойдет такое искривление пространства, что никакой свет с поверхности черной дыры улететь не может, все будет держаться в этом свернутом северной области пространства. Внутри черной дыры пространства имеет только одно измерение. Точку, где пространство становится одномерным, называют горизонтом событий. Любой предмет, попавший за горизонт событий, может двигаться лишь в одном направлении, к центру черной дыры. И время для него останавливается. Вблизи черных дыр астрономические приборы фиксируют зоны повышенной гравитации. Скорее всего, именно там находятся входы или выходы из квантовых тоннелей Кратовин. Окрестность черной дыры можно использовать для переброски в прошлое или в будущее. Можно предположить, что такая многослойность и объемность времени характерны не только для пространства черной дыры, но и для нашего мира тоже. То есть время может быть многомерным. И один мир параллельный относительно другого может быть расположен как две плоскости. Но эти плоскости в какой-то момент могут деформироваться, изгибаться, и таким образом у них появляются общие точки. И через общие эти точки существа одного мира могут проникать в другой, в наш мир. Проходы между мирами разбросаны по всему земному шару. И параллельные миры постоянно взаимодействуют друг с другом. Многомерность относительно нас может располагаться таким образом как бы снизу, как бы слоями, как слоеный пирог. И таким образом, чтобы проникнуть из одного мира в другой, нужно совершить часть физического перемещения в пространстве вниз. То есть путешествие в пещеру, как бы к центру земли, может сопровождаться переходом в другой параллельный мир, расположенный как бы внизу. Несколько лет назад, во время подготовки к международному космическому проекту, под землей бесследно исчезла группа чешских космонавтов. В ходе этих экспериментов была тренировка в пещере, причем длительная тренировка, рассчитанная более чем на месяц. Претендентам в отряд внутрь этой полости пещеры были доставлены продукты, свет проведен, телефон, и там с ними проводились опыты по изучающим сознание человека, адаптацию к этой сонсорной депривации, то есть тишине, темноте и так далее. Но эксперимент закончился трагически. В последний день испытаний все участники бесследно исчезли, кроме одного. Он и рассказал, что происходило в пещере. В какой-то момент участники эксперимента стали слышать голоса, которые их приглашали присоединиться к подземным жителям. То есть с ними вышли на контакт подземные жители и приглашали спуститься вниз и остаться там навсегда. Так это или нет сейчас понять невозможно, но считается, что исчезавшие ушли куда-то вниз. Возможно, они попали в один из параллельных миров, который существует в недрах нашей планеты. Его поисками занимались спецслужбы многих стран. Существует много свидетельств, что Гитлер всерьез воспринимал существование подземного мира и подземной цивилизации и искал с ними контактов. Это выражалось в деятельности общества Тули и в деятельности общества Анненерба, которые Гитлер создал и в походах его подводников в Антарктиду, когда они якобы пытались найти подземные подводные полости, соприкасавшиеся с некой мифической подземной страной. Все данные об этом были засекречены, однако известно, что в 30-х годах прошлого века северное побережье Арктики тайно изучали немецкие спецслужбы. Была организована международная научная исследовательская экспедиция на дирижабле Граф Цепелин. За 134 часа дирижабль преодолел 13 тысяч километров. Граф Цепелин, этот гигантский дирижабль, он прекрасно облетел практически все северное побережье Советского Союза и благополучно вернулся в Германию. во время полета который продолжался от 3 до 5 дней было сделано более 20 тысяч аэрофотоснимков. По возвращению в Германию руководитель экспедиции заявил, что все фотопленки засвечены. Но сразу же после прихода к власти Адольфа Гитлера утраченные кино и фотопленки нашлись. В 1939 году на острова, которые располагались вдоль маршрута Цепелина, были доставлены под видом сотрудников Ленинградского Арктического Института нацистские специалисты из секретных спецподразделений. А в 1940 году в северных акваториях тайно вели исследования немецкие подводные лодки и рейдеры. Сегодня стало известно, что во время полета Цепелина были обнаружены гигантские подводные гроты. Возможно, что они вели в подземный мир, который искал Гитлер. В эти же годы немецкие спецслужбы проводят исследования в Антарктиде. По одной из версий, именно там им удалось обнаружить пять обитаемых подземных городов и установить контакт с некой подземной цивилизацией. Есть данные, что в 1944 году был заключен некий договор, в соответствии с которым жители Антарктиды уступили немцам часть карстовых пещер с подводными и наземными входами. До сих пор в Антарктиде функционируют две немецкие базы, расположенные в пещерах с подводными входами. Одна из них находится на побережье земли Эл-Суорта, а вторая на земле королевы Мод. Поиски подземной цивилизации, начиная с 20-х годов прошлого века, вели и советские спецслужбы. Их в первую очередь интересовали технологии, позволяющие перемещаться во времени и пространстве. Существует вот такая ушедшая в конспирацию, в подземное пространство целая такая группа телепатов, восточных телепатов, а возможно даже и каких-то мировых, что называется, вот таких мудрецов, которые собрались со всего мира. и вот там они концентрируют эту телепатическую энергию, которая, возможно, может быть передана в том числе и членам советского протеста. Особый спецотдел ОГПУ организовывает ряд исследовательских экспедиций. В начале 20-х на Кольский полуостров отправляется группа ученых, которые возглавляет сотрудник Института мозга Александр Барченко. Круг его научных интересов обширен. История, этнография, геодезия. Но главная цель найти вход в подземный мир. Барченко там искал, видимо, корни какой-то древней северной цивилизации, гипербореи. Он считал, что ему удалось это найти. Он считал, что там даже была какая-то обсерватория, как ему казалось. Ранней осенью 22-го года в одном из самых труднодоступных уголков Кольского полуострова на берегу Священного Сейд озера группа находит первый знак существования таинственных подземелий. На каменистом склоне одной из гор отчетливо выделяется гигантская до 100 метров фигура человека с крестообразно раскинутыми руками. А на вершине горы стояла каменная пирамида. Барченко считал, что нашел вход в параллельный мир. Участники экспедиции сфотографировались у расщелины лаза, уходящего в глубину земли, но спуститься по нему не смогли. Они почувствовали панику и спешно покинули лагерь. Но стоит задуматься, находится ли она в физическом мире, где-то в подземных полостях, либо это страна параллельного мира, которая каким-то образом смыкается с нашим. Можно предположить, что эта развитая страна, если она действительно существует, она контактирует с нашим миром как бы снизу. Есть такая теория, что Земля состоит как матрешка из множества слоев, но слои эти не совсем физического качества, их нельзя воспринимать как слои луковицы, что пробурив скважину, мы попадем буром в небо соседнего нижнего мира. Можно воспринимать это как соприкосающееся пространство. А в 1926 году Александр Барченко по личному указанию Дзержинского возглавил секретную экспедицию в пещеры Крыма. У Барченко были экспедиции в другие районы, в том числе Азии, скажем, на Алтай, и, видимо, в Монголии. Точно сказать нельзя, потому что это были пограничные районы, где он также искал различные магические артефакты. И это было в Горно-Алтайском музее есть такая запись в музейной книге, что эти предметы были изъяты по особому списку. По особому списку ОГПУ. Это был 1929 год. Это все были предметы, связанные с шаманскими ритуалами, с культами. Для чего это нужно? Но то, что это ушло в Москву, это не вызывает никакого усомнение. Результаты экспедиции были засекречены и исчезли в архивах ВЧК ОГПУ НКВД. А Барченко арестован. Есть данные, что перед расстрелом он записал все, что ему удалось обнаружить в своих многочисленных экспедициях. Но и эта рукопись бесследно исчезла. В составе Советской Академии наук существовал засекреченный институт времени. Возглавлял его академик Николай Морозов. У нас очень не любят говорить, почему Николай Морозов поучил академиков. Он нас почетный за то, что он 38 лет в Шлиссельбурге отсидел. Он не один сидел в Шлиссельбурге в Йокке-Палке, а их Вера Фигни там сидела с ним, еще там четыре человека, которые в то время их выпустили в одно и то же время. Чему им-то академиков не дали? Они сидели по один срок прям день в день. А Николай Морозов поучил академика. А вот то, что Николай Морозов возглавлял Институт Времени, об этом никто не говорит. И о том, что Институт Времени в составе РАН есть, тоже никто не говорит. Когда Николай Александрович Морозов покинул Шлиссельбург, объем его научных трудов достигал 26 томов. Он полностью пересмотрел всемирную историю и описал множество исторических событий с такими подробностями, что складывалось впечатление, будто ученый каким-то невообразимым образом присутствовал при этом лично. Вот как описывают этот феномен его современники. Ну, вот Куля Морозов, он дошел до шестого измерения. Он научился путешествовать во Времени. Существует легенда о свитке, который тайно передавали друг другу узники Шлиссельбургской крепости. В нем способ путешествия во Времени. Свиток был написан на одном из древних языков и скорее всего был зашифрован. Николаю Морозову удалось расшифровать секретную информацию. В своих работах он утверждал, что время, как и пространство, имеет три измерения. Четвертое, пятое и шестое. А потому в нем можно перемещаться вперед и назад. Если мы перестанем воспринимать время как одномерность, а будем воспринимать так же, как некое пространство, имеющее три координаты, то параллельный мир может быть расположен действительно в виде параллельной плоскости нашему в пространстве времени. И эти миры могут пересекаться, могут ветвиться. В пространстве времени тогда возможно будет движение назад, вспять. путешествовать во времени умели египетские жрецы, тибетские ламы и волхвы Беломорья. Сегодня ученые пришли к выводу, что технология перемещения во времени напрямую связана с сознанием человека. Современная машина времени, если она реальна, она не будет состоять из железячих зеркал, антенн и так далее. Это будет технология. Вместе с этим эта технология будет предполагать в первую очередь человека с его сознанием. Сейчас, чтобы создать технологию, которая бы работала у разных исследователей с одинаковым эффектом, мы пытаемся сформулировать основные условия, в которых может человек пережить другое измерение, другой мир, где течет время по-другому. Это чаще всего особые условия эксперимента, где человека вводят в измененное состояние сознания. Способность покидать физическое тело и путешествовать в астральном мире есть у любого человека, только развивают этот навык не все. Ирина Франк научилась перемещаться в пространстве и времени в раннем детстве. Когда мне было шесть лет, здесь была большая яма для установки этих столбов высоковольтных. Эта яма была полная воды, была весна, май месяц. и я в нее упала. Я помню, как я была внутри ямы, и я видела себя. Я два раза ныряла в эту яму, потом меня выбросила. Спустя несколько лет Ирина впервые встретилась с жителями иного мира и научилась общаться с ними. Это произошло в Туркменистане. Нас было четверо человек, нас туда позвали. Нам сказали, что у нас будут встречи с инопланетянами. В 9 часов вечера мы все сидели на топчине, уже стемнело, там рано очень темнеет летом. В воздухе прошла вспышка, мы ее видели, и поток ветра, как перед ураганом, прокатился ветер, ураганный ветер и затих. И перед нами где-то на расстоянии 15 метров появились два человека. Эти два человека были в синих скафандрах, как водолазы. И вокруг них светились лампочки, мелкие-мелкие лампочки по ногам, рукам, нить обвязанная, голова и до конца. Общение происходило телепатически. Пришельцы внимательно рассматривали людей. Было очень неуютное чувство, что тебя сканируют. Было чувство тошноты. Они приблизились где-то до 10 метров, ближе не стали подходить к нам. Они нас смотрели минут 15. Мы за ними наблюдали. Они ярче, у них лампочки горели, немножко притухали, потом снова загорались. После этого их пребывания один из них рассыпался. А спустя год к ней пришла женщина из будущего и показала способ перехода в иные измерения. Женщина с Ориона, они когда приходят, всегда говорят, откуда они. С ними общаешься телепатически. Маленькая белая, очень красивая. Она меня учила пользоваться белым экраном. И потом она мне его подарила. Таинственный белый экран оказался порталом в мир будущего. По словам Ирины, он похож на полупрозрачное зеркало, и с его помощью можно попасть в квантовый тоннель. Экран, он как стекло. Ощущение стекла. Но он мутный, молочный. Через него не видно. Да, он непрозрачный. В этом экране душа летать умеет, пользуется этим экраном. Это сила для перемещения с планеты на планету. Специалисты говорят, именно так выглядит энергетический портал. Это может быть предмет, который способен пропускать энергию из одного мира в другой. О существовании подобных порталов известно по некоторым практикам с зеркалами, с помощью которых предсказывали будущее, то есть заглядывали в параллельные миры. Великобритания, город Кент. В ярмарочном балагане открывается комната смеха. Десятки кривых зеркал расставлены в темном помещении. Первый же день работы аттракциона в комнате исчезают четыре подростка. Затем еще двое, затем еще и еще. По версии детективов за подростками охотится серийный маньяк. Он проникал в дом смеха через некий тайный проход, который так и не удалось найти. Однако медиум Дама Форсайт сделала шокирующее заявление. Она сообщила, что в одном из кривых зеркал находится проход в параллельный мир. Вероятно, кто-то случайно открыл его, когда дети находились рядом. А потом попавшие в ловушку подростки стали уводить туда своих друзей. Портал представляет собой дверь между мирами. Как правило, он настроен на определенное место. Предположительно, портал состоит из входа и выхода. Он может вести в одну сторону или позволять перемещаться туда и обратно. Выглядеть портал может по-разному, но чаще всего он сделан из камня, имеет определенную форму и расположен в геологически активных точках земли. Большая Курильская гряда, остров Кунашер. Эту зону считают не только аномальной, но и крайне опасной. Ведь вулканы Кунашира активны. Есть такие места на острове, где можно зафиксировать даже такое место. Это вулкан Тятия. Один из самых красивых вулканов России считается. И там есть место, где крутится компас и не работает GPS. Причем я ходил с группой туристов, поднимался на этот вулкан, мы встретились немножко позже, и они заплутали из-за того, что у них просто-напросто отключился этот GPS. Александр Матвеев говорит, что на острове много странностей. В окрестностях вулкана часто появляются странные светящиеся объекты. В прошлом году разноцветные светящиеся шары атаковали людей. Есть у нас место под названием Тропа Столбовская, там находятся горячие источники и, естественно, стоянка туристов. Они приехали туда и как бы метающиеся огоньки видели в небе. Непонятно, там штук шесть, такое было явление. Еще у нас учительница географии рассказывала, что когда-то тоже с группой школьников бродили, возвращались тоже с турпохода вечером, и то, что на них сверху несколько световых пятен просто на просто падало. Такие были явления. Объекты издалека напоминающие НЛО часто появляются и над кратерами активных Пурильских вулканов. Недавно Александр наблюдал маневры такого объекта над вулканом Менделеева. Обратили внимание, что над вулканом летит красная капля вертикальная. Сколько красная, даже была алая. Потом посмотрели, она уже снова вылетела за вулканом, пролетело еще какое-то расстояние, и просто вспышка небо озарилось зелено-желтыми полосами и все пропало. Исследователи считают, что энергия планеты аккумулируется в сейсмически активных зонах. Есть версия, что активные вулканы на планете это порталы, которыми пользуются жители параллельных миров. А колоссальное количество энергии, необходимое для перемещения во времени и пространстве, они берут из недр нашей планеты. Возможно, Стоунхендж, египетские пирамиды, тувинские менгиры и древние каменные дольмены, разбросанные по всему миру, ничто иное, как ворота в иной мир. Священная гора Мегнеру это место, которое забирало людей на совсем. То есть люди приходили туда и все, больше их никто не видел. И дольменный культ это повторение этих культов на новом этапе развития. То есть дольмен это символ нового рождения. То есть человек, входя в дольмен, он делал ритуал, то есть символизировал, что он готов для перехода в новый мир. И, собственно говоря, этот переход там происходил. Дольмены северо-западного Кавказа расположены вдоль Черноморского побережья. Гигантские плиты весом от 3 до 30 тонн обтесаны и соединены пазами с точностью до миллиметра. На дольмены нанесены особые ритуальные знаки. Например, на фасадной стороне выбито изображение ворот. Древний символ порталов параллельные миры. Дольмены это самадхи. В переводе с санскрита означает место встречи человеческой души с Богом. И тогда стало все понятно, зачем здесь нарисован портик, он вырезан, то есть это место перехода этого мира и параллельного мира, перехода человеческой души. Стало понятно, почему на других дольменах есть определенные рисунки, которые подсказывают знаки перехода этот мир и другой мир. В двух километрах от аула Калеш сохранилась группа мегалитов, которую исследуют сочинские археологи. Поводом послужили многочисленные жалобы туристов, которые испытывали около дольменов странные состояния и даже видели галлюцинации. Исследователи выяснили, эти полуразрушенные сооружения до сих пор активны. Открытый портал можно обнаружить с помощью магнитного компаса. На многих дольменах наблюдаются различные магнитные аномалии. Иногда значительное отклонение стрелки компаса, но, впрочем, так бывает в определенные моменты. Вот на этом памятнике также, если занести компас над перекрытием, то можно заметить, что стрелка отклоняется примерно на 4 градуса. на дольменах маятник ведет себя своеобразно. Он фиксирует как бы некое магнитное поле. Похожие аномалии наблюдают на всех дольменах Кавказа. Формируется мощная энергия, миксер энергии своеобраза, это миксер энергии, возникает торсионное поле, торшин, вращение. Я беру обычные рамки, подношу рамки, вот здесь есть отверстие, я его называю солярный знак, то есть как бы подсказываться, обратите внимание, что солнце, и рамка вращается, чуть из рук не вылетает. Древние мегалиты связывают наш мир с параллельными вселенными. Их называют порталами миров. Возможно, поэтому они всегда частично разрушены. Это знак того, что сооружение не принадлежит нашему миру. Присмотревшись внимательно, даже неподготовленный человек может заметить над таким объектом таинственное мерцание и отправиться в путешествие в иные миры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok